Привет, друзья и исследователи, оппоненты, хейтеры, враги, всем, кому не безразлична астрология. Мы решили восполнить некий пробел в тех запросах, которые нам отправляют уважаемые пользователи, телезрители, подписчики и же с ним. И начинаем исследовать карты публичных людей. Опять же, то, что вы присылаете и спрашиваете. Сегодня у нас Виктор Цой. Дело в том, что астролог по умолчанию работает с картой рождения, которая базируется еще на времени. Время рождения — это не совсем про карту, не совсем про астрологию. Скорее, астрологическое — это время инкарнации, время воплощения, время, когда дух, соединенный с телом, начинает свою программу в этом материальном мире. И обычно бирка при рождении или воспоминание мамы полезная. Существуют всякие энциклопедии, астрологические базы, известные личности, в том числе, попадают туда. Вот Виктор Цой, которого мне дали на разбор, он туда как-то особо не попал. По нему известна только дата рождения. И ту картинку, которую вы можете созерцать на своих мониторах, это не совсем карта рождения, это не совсем натальная карта, это так называемая космограмма, где нет определенных черточек под названием вершин домов. Следующие герои, многие будут, в общем, содержать эти событийные закономерности в своих картах. А раз нет времени рождения, то мы можем говорить о глубинном энергетическом, психологическом портрете. С некоторыми, у кого-то может возникнуть ощущение натяжки, что ли. У астрологов тоже это ощущение вылезет, ничего такого невероятного. Но для тех из вас, кто тоже исследует известных, интересных, может быть богатых, может быть не очень, может знаменитых, может не очень, работать с космограммой тоже полезный навык. Поэтому начинающие астрологи тоже могут что-то для себя из этого вытащить. Итак, наш замечательный, прелестный Виктор Цой. Как анализировать эту космограмму-карту рождения без времени рождения? Программа «Наш Хронос» построит ее примерно на полдень. Здесь, по сути, в тени суток кое-что меняется, положение Луны, там ряд факторов. Но в принципе, глядя на его карту, видим, что глобально ничего не поменяется за время инкарнации. Итак, что мы видим? Пройдемся по пути души Виктора Цоя. Я чуть-чуть буду вставлять астрологических жаргонных неких словечек, интерпретации, ну для любителей трактовок так называемых, с неким замечанием, что все-таки для суждения по любой карте необходимо сплести синтез с двух, трех, четырех показателей. То есть на каждое слово, по сути, я сплетаю несколько показателей. Но для начинающих астрологов озвучиваю один. Глядим, южный водолея, южный узел. Вместе с Луной и Сатурном. Широкое такое соединение. О чем это? Вкупе опять же с Ураном и Сатурном, которые принесены из прошлых жизней. Это предположение, что наш Виктор Цой был бунтарем, был революционером, исследователем, инженером, изобретателем, возможно, писателем. И по этой причине он в себе, неся некоторые определенные паттерны, параметры, энергетические сигнатуры, во-первых, он себя узнал, во-вторых, он себя разместил в родителях. Потому что мама, связанная с энергией Луны, она обучитель физкультуры, по мнению Википедии, другого мнения у меня нет. А жена, по-моему, Марина или Марьяна, кому интересно, гляньте эту Википедию, она организатор мероприятий в цирке. То есть в чистом виде водолейской истории. А отец инженер, как раз корейского происхождения, отсюда и колоритная фамилия. Вот мы видим Уран, притащенный из прошлых жизней, и в достаточно точном аспекте секстиль с солнцем. Если он бунтарь-революционер, то должен был прийти в соответствующую семью, ну, интеллигентная семья, я так могу предположить. Мама необычная учительница физкультуры с какими-то закидонами, 100%, потому что, глядя на женскую линию рода в целом, сколько здесь напряжения на Луне, женщины вроде как умные по Меркурию, ну или болтливые на худой конец. Это единственный гармоничный аспект. Среди напряжения женщины рода по Марсу пашут, по Нептуну находятся в каком-то жертвенном, непонятном, на трансцендентном состоянии, то ли пьяные, то ли грустные, то ли заброшенные всеми и вся, в тоске. Ну и оппозиция на Венеру добавляет нам еще один смысл, то что женщины рода забыли в себе некую Афродиту, некую внутреннюю самку, и не могли с ней в лоб состыковаться. Ну, точнее, какие-то женщины жили в самке, например, выстроим предков женского рода Виктора Цоя, и какие-то будут у него там прабабки гулящие. Ну, а какие-то будут сидеть жестко в мамке в луне. Как это проявилось в конкретной биографии, родители в советские времена, обратите внимание, это экзотика, они развелись в детстве, потом опять сошлись, заключив официальный брак. То, что из Википедии мы можем вытащить, но опять же на уровне здравого смысла и далекой такой прикидки. С точки зрения зоны комфорта Виктор Цой, тусовщик, кстати, с первой женой на квартирнике познакомился, коллективный такой прогрессист впереди планеты всей. И музыка, которую опять же логически мы будем вытаскивать из карты и искать, где источник этой музыки, он в принципе в энергиях водолея, потому что несмотря на инженерию еще со времен Пифагора мы знаем, что музыка близка математике, музыка небесных сфер, это, собственно, астрология. И Венера, Нептун, Луна, в свою очередь Сатурном соединенные, это фигура Тау-квадрата. И мы знаем, что Виктор Цой тащил в себе некую депрессивную энергию. Эта депрессивная энергия размещалась, сублимировалась, переносилась в музыкальное творчество. Если бы не было такой сублимации, такого переноса, скорее всего, он вообще бы ушел во все тяжкие, был бы каким-то дичайшим наркоманом и загремел бы за тунеядство в тюрьму. Но ходил он где-то там вот по грани, по лезвию ножа и в любой момент мог свалиться в бездну. А так, в принципе, учился, как учился. Музыка, движуха, обратим внимание, что человек не просто вот как бы примитивный музыкант, но с каким-то нутром особенным. Цена этого нутра, водолейское соединение Луна и Сатурна, например, у Софи Лорен есть очень часто, у гемористов, у актеров. То есть человек не проживает эмоции здесь, сейчас в их стандартном таком телесном исполнении. То есть насладиться реальностью без надрыва, без искания, без копания, без переделывания себя ему просто невозможно. Однако этот надрыв, этот опломб, эту патетику, когда он переносится в непосредственно свое произведение, творчество, текста, это заряжает, цепляет. И люди, так как у него, собственно, Луна-Водолей, узнают себя, свои чаяния, свои эмоции, свои заморочки в его творчестве. Вот секрет. То есть можно сказать, что он жил этой музыкой еще коллективами, друзьями, тусовками, творчествами, своими какими-то философскими ковыряниями исследований. По всем остальным фронтам депрессор, который живет на надрыве, и трудоголик. Вот вам и того квадрата, зона комфорта и прошлая жизнь. В следующей жизни сразу мы пробрасываем вперед кармический хвост, будет заниматься примерно тем же самым, но в женском теле. То есть может быть революцией, может быть инженерией, может быть, опять же, музыкальным творчеством. С точки зрения второй системы, солнечной, отцовской, связанной уже в чистом виде с самопроявлением, с энергией высшего я, с самооценкой. Солнце хитренькое, то есть 30-й градус начинающий астрологи будут интерпретировать как что-то такое туманное, непроявленное, задавленную самооценку, видит и прочее. Моя позиция, что никакая она у него не задавленная, но просто не выпендривался в чистом виде до такой степени. У него выпендреж был свой через контркультуру, он все-таки бунтарь, и секстиль солнца уран, упомянем Бориса Ефимовича Немцова, носителя такого же секстиля. Немцов написал исповедь бунтаря, но и у Цоя своя исповедь бунтаря. Астрологический термин диспозитор солнца означает ту планету, которая допроявляет эту суть, это естество. Кто такой на самом деле Цоя? Он мерпурий в близнецах, который гармоничными аспектами тренов соединяется с упомянутой структурой Луны, с мамой, учительницей физкультуры, с женой-организатором цирковых мероприятий. Ну, там кроме жены еще ватага была персонажей. Все, в общем-то, из творческих, тусовочных, таких или рокерских, или контркультурных сред. На Меркурии стоит такой широкой оппозиции Юпитер-Плутон. И еще один Тау-квадрат мы имеем на Меркурии. Если мы объединим все эти энергии в единое целое, получится пророческий, достаточно глубокий интеллект. Пророческий, философский. Потому что Меркурий-Плутон это Геота, например. Меркурий-Юпитер по отдельности. Это тот же самый Гегель на здоровье. То есть, совместим Геота с Гегелем, и получится Виктор Цой. Ну, именно на интеллектуальном таком своем уровне. Поэтому это не просто какой-то артистич горлопан. Это не просто клоун из циркового Шапито. А это мыслитель, просто его мысление, его философия, его вижен выражался в таком бардовском, там, песенном творчестве. Тау-квадрат достаточно мощный. Астрологи знают, что Меркурий легко переносит напряжение. Наоборот, оно его дровит, преподносит, расширяет. И по этой части заморочек мы не видим. И перенося теперь логику Меркурия, ну, отчасти чужая кровь. То есть, понятно, что дружба народов, СССР, я что-то сомневаюсь, что его там кто-то дичайшим образом булил, травил, троллил. Но ощутить себя своим среди чужих, чужим среди своим, он может. И Луна, водолейская с Сатурном, актерская, социопатическая, отчужденная. И Солнце с его диспозитором, тоже отчужденные. И многим, даже на самом бытовом попсовом уровне, у кого, с чем ассоциируется? Звезда по имени Солнца. Вот он, звезда Уран, по имени Солнца. Солнце, Солнце делает секстиль Уран-Вальве, то есть, это мощный такой Уран, заметный. И мы имеем дело Прометея, Оракула, который впереди планеты всей что-то несет. Ницшанский сверхчеловек, Уберменш, Стругацкий, Люден, как угодно можно его назвать. Любопытный персонаж. Светило между собой стыкуется, Солнце, Луна, диспозитор Луны, Уран, Всехтили, Солнце. Ну, в каком смысле это тринсветило. И по большинству известных, интересных, таких реально прожаренных, прожженных личностей, мы увидим комбинацию. С одной стороны, дичайшее напряжение, Нептун, который тоску накручивает Вселенскую и погружается в трансцендентную музыку небесных сфер. Меркурий, философ-мыслитель. Вот эти два тау-квадратных объекта базируются на все равно изначальной гармонии. Пусть там развелись, недоразвелись родители. Как-то жили-дожили, свои задачи они выполнили. По женской линии заморочек больше, по мужской заморочек меньше. Как приход Виктора Цоя, так и уход были и есть, остаются. Потому что он никуда не делся, его творчество бессмертно. Его дух летает где-то посреди нас, до сих пор много фанатов его творчества. Уход тоже колоритный, 28-30 лет, цикл возвращения Сатурна. Астрологи называют это третьим рождением. Когда, по идее, пора вылезать из детства, переставать бунтовать, заниматься чем-то таким более серьезным, регулярным, системным, строить эти большие системы. Ну и грузить себя ответственностью. Ему не захотелось, видимо, грузиться ответственностью. Его дух витал свободно, воздушное все-таки ядро не требует и не предполагает вообще никаких форм дополнительной ответственности. Ну, по версии Википедии, он 28 лет заснул за рулем. И то самое напряжение Нептуна заснул за рулем того квадрата Меркурий. Две вот эти законфигурированные точки с черненькими треугольниками послужили причиной смерти. Что на самом деле неизвестно, но без времени, опять же, астролог не имеет возможности об этом судить глубже. Но сама механика, гения, который каким-то странным, стандартным, иногда и нестандартным, маниакальным путем выпиливается из жизни, это скорее норма. Кто-то пораньше, там, Рэмбо условный, который писал-писал замечательные свои стихи, 19-20 лет, по-моему, все уже, ничего не написал. Ермонтов рано уходит, Лушкин рано уходит, ну, как мы представляем. Скорее, пишущий на надрыве некоторое творчество гений долго не живет. Долго живут гения системные, тоже там Толстой и прочие-прочие замечательные персонажи. Но это вот недолгожитель получился. Мальчишка, бунтарь, герой, хитрый, профит, пророк, оракул своего времени, который очень четко, благодаря того квадратному Нептуну, считал дух этого времени. Дух перемен, дух бунтарства, дух обновления, дух сверхчеловека-энтузиаста, который идет впереди планеты всей к звезде по имени Солнца. Чего остается желать всем вам не подвести Цоя в его творчестве и ожиданиях. Поэтому, видите, он жил, жив и будет жить. Даже я помню, в Холл там куда-то ходил, ездил на трамвае, на заборах было что-то написано про Зюганова и про Цоя в основном. Еще иногда про Ельцина, его банду. Но про Цоя точно было написано. Значит, действительно, вот эта конфигурация Плутон, Юпитер, Нептун его сделала бессмертным. Вы посмотрели пример, пусть упрощенного, но все-таки профессионального астрологического анализа карты рождения разных персонажей. Если кто-то хочет почувствовать себя суперзвездой, президентом, фараоном, суперспортсменом, жрецом из Древнего Рима и Египта или современным олигархом, то вам точно надо к астрологу. Приходите на консультацию в лабораторию жизни. Ссылка под этим видео в описании. Я жду ответа Больше надежд нету Скоро кончится лето Субтитры подогнал «Симон»